Друзья, всем привет! Сегодня будет вторая часть по установке недорогого комплекта для модернизации обычного велосипеда в электрический. В прошлой части была распаковка и тесты этого комплекта на стенде с замерами токов и скорости на холостом ходу. Кто не видел, обязательно посмотрите, а также обязательно проверьте стоит ли колокольчик. Если не стоит, обязательно поставьте, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их одним из первых. Для переделки я буду использовать вот такой вот Центурион в простейшей комплектации. Для начала я сниму родное колесо. Так как мотор колесо я заказывал без покрышки и камеры, то я переставлю их с родного колеса. Хотя нет, у меня есть еще где-то запасное переднее колесо. На нем стоит хорошая шина с нормальным протектором. А то здесь родная, почти лысая, особенно на заднем колесе. Ведь ездить на электровелосипеде можно гораздо больше, чем на обычном велосипеде. И поэтому частых проколов с лысой резиной не избежать. Снял камеру и покрышку. Также нужно не забыть снять вот эту ленту, которая защищает камеру от вот этих вот отверстий, куда вставляются спицы. Они часто не отфрезерованы хорошо и поэтому обязательно нужно, во-первых, их зачистить сверлом большим и поставить вот эту ленту, которая защитит камеру от вот этих отверстий. Сейчас я ее переставлю. Это не сложно. Лента установлена и теперь осталось поставить камеру и покрышку. Готово! Теперь можно накачать колесо. Далее устанавливаю фривилл на 16 зубьев. Просто одевается и закручивается. Можно не затягивать, он затянется потом уже педалями. Поставил колесо на место. Хочу заметить, что я выбирал мотор с резьбой под фривилл. Так как у меня этот фривилл был с одной звездой. Кто хочет использовать свою кассету со шлицами, тот может заказать двигатель со шлицами и поставить свою кассету. Хочу обратить внимание, что ось нужно поставить таким образом, чтобы отверстие для провода было снизу. Так меньше вероятность попадания туда влаги. Ставлю на место тормоза. Проверяю. Да, все работает. Затягивать колесо рано, потому что нужно установить еще дропаут. Он состоит из двух частей. Я уже соединил их болтом и установлю вот в этом месте. Как раз здесь шляпка болта уйдет в паз и не будет мешать. Как раз останется это место закрепить хомутом. Он идет в комплекте. Дропаут нужно подогнуть, чтобы крепление происходило по центру трубы. Иначе, если он будет не подогнут, здесь будет возможность его проворота. Теперь можно зафиксировать гайкой и стянуть хомутом. Точно также надо установить усилитель дропаутов с той стороны и можно затянуть гайки. Далее установлю паз сенсор, он же Pedal Assist сенсор. Помощник педалированию. Для этого нужно снять шатун со звездами. Далее нужно открутить болт на 14. Дальше шатун снимается с помощью съемника. Закручивается поглубже. Дальше выдавливаем. Бывает нужно очень сильное усилие. Пошел. Таким же образом снимается второй шатун и затем другим съемником или ключом, не знаю как его правильно назвать, снимаем каретку. Здесь гайки я уже сорвал, но поначалу они очень трудно откручивались. Применял вот такой вот ключ с головкой и фиксировал болтом, чтобы съемник не гулял. Начинаем с этой стороны, с левой и потом с правой стороны. Пробовал начать с этой стороны, но очень туго шло. Пока не открутил с этой стороны, эта гайка не пошла абсолютно. Здесь все очень мощно прикипает и трудно снять. Да уж, эпопея была. Все ради того, чтобы поставить сюда паз-сенсор. Паз-сенсор практически установлен. Ставлю ответную часть. Сами магниты надеваются на ось. И теперь можно поставить шатуны. Все, правый шатун надет. Надеваю левый шатун. Закручиваю и с этим узлом закончено. Проверяю работу. Все нормально вращается. Отлично. Далее нужно установить ручки тормозов, ручку газа и дисплей. Так как здесь ручки тормозов интегрированы с монетками, то есть переключатели скоростей, отказаться от них невозможно. Поэтому я их смещу сюда, ближе к центру. Они будут реже использоваться. А ручки тормозов из комплекта поставлю рядом. И перекину тросики отсюда сюда. Также заодно ставлю сюда курок газа. И одеваю грипсу. Теперь можно зафиксировать все примерно вот в таком положении. Курок газа и ручка тормоза. Теперь нужно перекинуть тормозной тросик отсюда на новую ручку. Все отлично работает. Ручка газа фиксируется с помощью вот этого болта и шестигранника. Выставлю ее в удобное положение примерно вот в это. С этого положения ее будет удобно нажимать. И фиксирую. Все готово. И с левой стороны установлю вторую ручку и компьютер. Курок газа установлен. Велокомпьютер установлен. Обе ручки тормозов установлены. Все работает отлично. Теперь нужно заняться проводкой. Все провода аккуратненько укладываю вместе. Сверху навеваю пластиковую ленту, которая идет в комплекте. Здесь притяну в двух местах стяжками, которые идут в комплекте. Пока что провода временно разместил вот так вот. Если что, можно будет их по-другому пустить. Но пока меня так устраивает. Провода от обоих ручек тормозов, курка, газа и велокомпьютера скреплены вместе. Обмотаны пластиковой змейкой. Довольно симпатично все выглядит. Здесь провод от мотора я зафиксировал стяжками. Пропустил здесь. Паз-сенсор тоже здесь выходит. Родная сумка, которая идет, никуда не годится. В любом случае, я заказал сумку большую сюда. Для аккумулятора в нее же и установлю контроллер. По идее, она уже должна скоро прийти. И я продолжу сборку. Наконец-то пришла сумка. Довольно качественно сделана. Здесь сверху отверстие для проводов. Стоит, конечно, недешево. 16 или 17 долларов. Но ведь здесь будет находиться дорогостоящий аккумулятор. И по сути, сумка его будет защищать от дождя, от возможного падения, не дай бог. Лучше на этом не экономить. Аккумулятор-то стоит немало. И мало кому захочется потерять аккумулятор на кочках. Допустим, сумка оторвется, порвется, аккумулятор выскочит. И, скорее всего, аккумулятор будет довольно сильно поврежден. Установлю сумку на байк. Хотя бы примерно. Как она здесь будет смотреть. Провод я пропущу вот здесь. И он зайдет вот в это отверстие здесь. Скорее всего, их придется укоротить, чтобы они внутри сумки не мешались. Так как контроллера хочу установить в сумке, чтобы провода не мешали и лишнего места не занимали. Эти провода пойдут по вертикальной трубе и также зайдут внутрь. И будет все четенько, красивенько. Теперь осталось изготовить аккумулятор. Вместе с контроллером установить их в сумку. Навести порядок с проводами, укоротить их. Если вам это интересно, я сниму отдельное видео об изготовлении аккумулятора. А на этом, я думаю, эту часть завершить. И изготовление аккумулятора, если вам нужно, будет в следующей серии. Потому что съемка сборки аккумулятора довольно трудоемкая. Если оно вам не нужно, то я этим заниматься не буду. Уже установлю аккумулятор и выкачу тестировать. Пишите в комментариях, интересно ли вам видео по сборке аккумулятора. Если интересно, я постараюсь его снять и сделать еще одну часть. На этом, думаю, видео завершить. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующей серии по этому байку. Всем пока, друзья!